Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии Александр Гамоля. Добрый день. Индивидуальные предпринимательники ждут принятия решений, которые позволят им вернуться на свои работные места. Увогу ли часка пространюков малого бизнеса сегодня працует по новых правилах, але не которые невызначенные пытания еще застаются. Отповедные пропоновы зараз подрихтованы членами рабочей группы при Министерстве экономики. Какие нововведения будут обмерковываться на ближайшем посяжении, доведался Олег Синтеров. Сегодня в Светлогорском районе наличится около 700 индивидуальных предпринимательников в лютом працованной деятельности. Ожитивляли только около 10% из них, а тому зараз предпринимаются меры, как у саковиков люди у Реси вышли на работу. Если не все 100%, то минимум 90%. На Светлогорском рынке в этой дне не шматлюдно. Некольких предпринимательников ждут покупников, але значная часть королевцев зачинены. Некто перерегистровал свою справу в России, некто занимается так званым гандлем земли, реализуясь отдельно без уплаты податков и в непроцессованных для гандлю местах. Але переважная большинство ИП чекает принятие решений, які дозволить одновить деятельность у рабочей группе, яка створена при Министерстве экономики, одразу три представники Светлогорского района. На суперек информации, яку можно увидеть в интернете, группа працует довольно напруженно, причем у тесном контакте як с предпринимательниками, так и с представниками органов державной улады. А в отмене отповедных указов размыва не идти. Зараз выпрацованы конкретные пропоновы, принятие яких повинно выражать проблемы малого бизнеса, починаючи от уведения такого понятия, як микропартии. Едут, закупаются на 50 тысяч России, на 30 тысяч России, ну до 1000 евро. Если микропартия, то тогда не нужно будет такой полный пакет документов. То есть мы объясняем, что, понимаете, документы выдают, Российская Федерация выдает документы, когда ты приезжаешь и берешь там 50 блузок, 50 там свитеров. Мы у одного поставщика, мы этого не делаем. Значит, ИП в наших городах, они покупают 5 того, 5 того, 5 того и у разных людей. Я еще одна пропонова, так званая амнистия документов. Размова об тем, что весь товар, який уведены до початку этого года, можно будет реализовать по старых правилах. Тем больше, что за всю заведенную продукцию предпринимательники заплатили 20% податку на добавленную вартость. До речи, у Дяж Стандарте и Министерство по податках уже огучили информацию об тем, что до 1 липеня проверок индивидуальных предпринимательников не будет. Застанется мониторинг, а не без штрафных санкций. А про это сегодня рабочая группа выпрацвала пропоновую об отримании сертификатов на продукцию, которая набита в Межах Евразийского экономического союза. Если выйдет новое постановление четырех министерств, там будет разрешено иметь копии сертификатов без синей печати. Мало того, можно вообще, брат, товар будет без сертификатов, написать в накладной его атрибуты. Номер сертификата, когда был выдан кем, легко просчитать. Мало того, планируется еще один интересный пункт. Предприниматель может сфотографировать этот сертификат, оригинал, на свой мобильный телефон, и это будет являться основанием доказательства, что товар прошел сертификацию. Но это при условии, если подпишут этот документ. Олег Синчеров, Евген Макеенко, телерайдокомпания «Гомель», Светлогорский район. Глядите сегодня в верширном эфире телеканала «Беларусь-3» новый выпуск ток-шоу «Пушкина-8». Как и, конечно, в центре уваги творческой группы телепроекта, життя Гомеля и в области у особых и комментариях. На этот раз эксперты программы говорят об жизни людей с обмежованными мягчимостями. Как сделать его без барьеров. Какие действия в этом плане делают державные службы и громадские организации. Про это не только в очередном выпуске ток-шоу «Пушкина-8» уже сегодня в вечер в 18.50 на «Беларусь-3». В Гомельском медицинском колледже высветляли, кто из молодых людей самый мужный и пригожий. Конкурс «Мистер Калеж» провели тут у першиню. Девять конкурсантов взмагались за перемогу. За перепитаями боротьбы назирал наш корреспондент Яуген Поболовец. Конкурс «Мистер Калеж» тут проводят у першиню. Удел у им примает навученцы перших трех курсов. Усяго девять конкурсантов. Идея провести такое мероприемство народилась после «Анука, першокурсник». Высветлилось, что у колледжа нарушается 55 хлопцев. 8% от огульной кулькости студентов. Однако их мало кто ведает. Вы решили вас таким чином и познайомить. Думали, думали и в конце концов решили, чтобы 25 тысячных на одну девушку не превратились. А кто это такие? Мы решили все-таки как-то показать наших самых мужественных представителей профессии. И вот так родилась идея провести именно этот конкурс. Как раз на границе 23 февраля, то есть Дня мужчин и Дня женщин, именно «Мистер Калеж». Хлопцы спочатку дефилировали у классичных костюмах. Потом проставляли себе и свои таленты. Працевали разом с командой «Потрымки». До конкурса подошли серьезно и отказно. Готовимся. Действительно начали готовиться сразу же, как только открылся конкурс. Только нас предупредили об этом. Начались репетиции, тренировки, танцы, песни. Ну, все, что нужно конкурсу, сразу же начали репетировать. По выниках выступлению компетентные журы начали со старшиней Гомельской областной организации Белорусского союза «Жан-Шин» Галины Пашет, отдастила переможцу. Гоноровое звание «Мистер Калеж» присуджено удельнику под номером 1 Дмитрию Пеняськову. Дарэджи полный тезка земляк, героя Советского Союза, вучится на третьем курсе, ягу будущая профессия – фельдшар, акушер. Плануется, что такой конкурс для этой научальной установы станет традиционным и будет проводиться раз у два годы. Один год мисс, другий мистер медицинский калеж. Евген Побловец, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». У «Гомеля» отбылся гастроли Люблинского театра «Танца». На сцене областного драматичного театра польские актеры проставили пластичный спектакль «Гисторы», яке мы николи не рассказывали. До того ж, перед показом неординарной постановки, я ее творчая группа сустрелася с представниками сродка у массовой информации. Наш корреспондент Вероника Ворошилина так само была сярод запрошенных на пресс-конференцию и одной из первых оценила работу артиста у Люблинского театра «Танца». Пластичный спектакль на керунок новой, який только начинает свое развитие в Беларуси, чего не скажешь про Польшу. Актеров, який освоевают эту запотребованную глядачом театральную нишу, там значно больше. Например, Люблинский театр «Танца» существует 15 лет. За этот час он распроцвел свой властный стиль выполнения и стал одним из лучших танцевальных коллективов Польши. В нашу страну артисты Люблинского театра «Танца» приехали, чтобы продемонстрировать свое майстерство на открытом форуме экспериментальных пластичных театров Беларуси «Пластформа Минск-2016». Проект латится уже четвертый год запор с запрошением белорусских и замежных танцевальных коллективов. Традиционно он сопроводжается культурно-аддукационными семинарами, майстер-классами, лекциями и творчими со встречами с глядачами. Наша задача состоит в том, чтобы открыть зрителю вот это новое направление. Мы обязательно проводим дискуссии после каждого выступления для того, чтобы зрители могли задать свои вопросы, поделиться своими впечатлениями. И эта дискуссия имеет еще какой-то такой немножко образовательный характер, потому что людям, которым непонятно этот жанр, они могут через разговор с артистами для себя какие-то расставить точки. Сегодня спектакли Люблинского театра «Танца» – это сполучение оригинальной концепции и особливой эстетики рухов. Я не засяроджены на бесперапинном мастацким диалогу артиста и глядача. Пластичная постановка истории, яке мы николи не рассказывали, гэта синтез заблытанных, складанных и важных житевых ситуаций, які раскрывают внутренний свет актеров и их одноименных персонажов. Про смову «Танца» демонструются четыре абсолютно неподобные человеческие характеры. Люди здесь, четыре человека, танцуют по-своему тоже. Они показывают, кто они. И в процессе заровно учились мы, как... Мы учились танцевать с собой, но тоже говорить с собой тоже жестами и отношением к лицу. У пластичного спектакля «Танец» гэта способ самовыявлений артистов, асоциативная мова их сценичных образов и одночасово спроба знайсти отказы на хвалюючих глядача «Житцёвое питание». Такие спектакли далёко не заусёды утрымливают выразную сюжетную лінію. Тому их не треба пропускать празлагичное асенсование. Необходно усприймать, а главное чувать телом и сердцем. Вероника Варашилина, Валерий Гапанько, телерадоя компания «Гомель». У Гомельским областным музеем военной славы открылась выстава «Лёсы Радима. Адіны», просвеченная десятьюгодзю установы. Экспонаты закранают разные исторические периоды от грамадянской великой чинной войны до сучасной белорусской армии. В выставу складают архивные документы, фотографии, холодная инострельная зброя, военное бундирование, особистые речи узнагороды легендарных исторических особ. Наприклад, в шинели папаха опошнего министра обороны СССР удельника великой чинной войны маршала Дмитрия Язова. Есть так само экспозиция, присвеченная воинам-интернационалистам, які загинули у Афганистане. Побыч материал, які расповедають про эволюцию белорусской армии с заветских часов. Предметы музейного значения, которые мы выставили для того, чтобы действительно показать, что судьба отдельного человека, она взаимосвязана с судьбой Родины. И на всех этапах люди выполняли, честно, свой долг по ее защите. Поэтому мы их показываем, чтобы подрастающее поколение училось, как защищать Родину. На этом по кулюсе у студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин